Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, братья и сёстры! Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Прежде всего, прежде чем мы перейдём к основной теме данного моего видео, я хочу обратиться к одному нашему брату, к одному моему подписчику. Зовут его ник Эл Элико. Вот его канал. Здравствуй, брат! Я бы очень хотел, чтобы ты со мной связался. Скайп и почта, как и всегда, будут под моим видео, так как мне очень хотелось бы с тобой поговорить. Как-то так. Тем более, разговор для меня достаточно важный. Есть интересные темы, о которых хотелось бы обсудить. Надеюсь, ты найдёшь время. Я понимаю, что ты занят, что ты очень занятой человек, но я надеюсь, что ты сможешь найти время со мной связаться. Ну, и ещё о чём я бы хотел поговорить с вами. Тоже, прежде чем мы перейдём к одной главной теме данного моего видео, я хочу поблагодарить одну из наших сестёр за ссылку, которую она мне прислала на почту. Я посмотрел канал этой армянки. Но обсуждать мы будем в следующем видео не ту ссылку, которую ты мне прислал, а сейчас у этой армянской блогерши есть видео поинтересней. Я уже посмотрел. Очень интересное видео. Я его на крайний случай скачал, так как из-за жалоб сейчас хотят это видео удалить. Ну, в общем-то, это всё, что я хотел сказать. Давайте перейдёмте к главной теме. Значит, в данном видео мы будем обличать армянскую ложь, касающуюся их истории. Истории Армении, истории армянского народа. После этого видео будет ещё одно видео, касающееся тоже истории, но уже нашего народа. То есть мы будем обличать те ложные высказывания, которые армяне говорят, когда описывают историю Азербайджана, историю нашего народа. Ну что ж, приступим к обличению армянской истории. Поехали, поехали. И первая ложь, с которой мы разберёмся, это армянский алфавит. Армяне же говорят, что они его не воровали, что они его не собирали из нескольких языков, и что основа их языка не является эфиопским. Ну, там только 5-6 букв. Оказывается, нет, не 5-6, а намного больше. Вот только небольшая часть этих букв. Посмотрите внимательно. Сверху мы видим эфиопский алфавит, снизу армянский алфавит. Посмотрите, сколько букв. Одинаковых, в точности. То есть, база вашего языка, это не что иное, как эфиопский алфавит. Об остальных буквах в вашем алфавите я тоже рассказал в данном видео. Посмотрите, узнаете много интересного о вашем армянском, в кавычках, алфавите. С этой ложью, пожалуй, все в отношении армянского алфавита. Продолжим уничтожать армянскую ложь, касающуюся так или иначе истории, армянской истории. Продолжим. Как вы поняли, в данном разделе мы разоблачим два ложных утверждения, которые часто используют армянские историки и армянские блогеры. И начнем мы, пожалуй, с такого утверждения, что государство Урарту и есть государство Армения. И что народ Урарты и есть армяне. Для этого нам достаточно почитать всего-навсего вот этот абзац. Небольшой разделчик. Приступим. Концепция армянской принадлежности Урартов. Также в литературе. Концепция армянизации Урарту. Ревизионная концепция истории Урарту. Спектр теорий, согласно которым Урарту является древнеармянским государством, полностью или в основном населенным этническими армянами, которые говорили на армянском языке. Мы прекрасно об этом осведомлены, так как частенько слышим это от армян. От армянских блогеров. На сегодня концепция армянской принадлежности Урартов встречается в основном в пределах Армении. По-моему, здесь ни один азербайджанец спорить не будет. И ни один здравомыслящий человек. Чаще всего в популярной литературе, то есть, грубо говоря, в научной литературе, касающейся истории. А мировым научным сообществам отвергается как ненаучное. Как ненаучное. То есть, грубо говоря, всемирные историки отвергают эту идею как ересь. Ряд исследователей, изучивших развитие армянской историографии, полагают, что появление такой концепции было обусловлено политическим, а не научным соображением. То есть, вот здесь очень правильно сказано. Давайте еще раз перечитим, и я остановлюсь там, где надо. Ряд исследователей, изучав... Ряд исследователей, изучавших развитие армянской историографии, полагают, что появление такой концепции было обусловлено политическими деяниями, политическими планами, то есть. А план только один. Армянам надо было любой ценой приблизиться к Закавказью. А для этого им нужно было сродниться с урартами, которые граничили с Закавказьем. Что было сделано? Так что всемирные ученые оказались правы. Идемте дальше. Современная историческая наука разделяет Урарту и Армению, полагая, что армяне произошли от смешанных протоармянских, хуридских, урартских и лувийских племен, населявших некоторые западные области Урарту, включая Мелит, будущую Мелитену, Цупани, будущую Сафену и Хате. То есть, с первой армянской ложью, пожалуй, мы разобрались. Кстати, как вы видите, я использую столь любимую армянами Википедию. Иногда Википедия бывает права. Тем более, здесь она адресует, грубо говоря, ссылается на ученых с мировым именем. То есть, у Википедии просто нет выхода, чтобы соврать. Слишком много, потому что есть исторических книг современных историков, с помощью которых можно было бы разбить любую ложь, если бы армяне в Википедии посмели бы писать, что Урарту и Армению одно и то же. Не посмели. Уже радуют. Теперь давайте перейдем тем ко второй армянской лжи, что армяне являются автохтонами за Кавказье. для этого даже не придется уходить с данной страницы. А для этого нам достаточно будет с вами внимательнейшим образом прочитать и запомнить некоторые местности урартийского государства, на которых проживали армяне. значит еще раз читаем Мелит Цупани Ихате После того, как мы прочитали это, особенно это должны сделать армяне, Затем мы открываем загруженную сюда карту вот эту опускаемся чуть ниже вот вы видите здесь то же самое повторяется Мелит Хате Цупани Теперь давайте посмотрим с вами где же находятся данные местности и на каком расстоянии они находятся от Закавказья и от горы Арарат которые армяне они же говорят, что они всегда жили на этих территориях вот давайте посмотрим Так Вот Мелит Цупани Хате Все, надеюсь видят И вот где гора Арарат Посмотрите как далеко И они говорят что они что они всегда жили возле горы Арарат Они никак не могли жить возле горы Арарат Никак Потому что расстояние слишком большое Также армяне говорят что они всегда жили в Закавказье Вот где Закавказье Посмотрите армяне Вот Закавказье Вот оно Как же вы могли жить здесь если вы проживали в Мелите Хате и Цупани Вы могли только прийти в Закавказье Но никак не быть автохтонами Закавказье По-моему с данной ложью мы тоже определились Скажем так Доказали что армянское утверждение об их автохтонности является просто ложью Армяне могут сказать что ладно мы не автохтонны но вы азербайджанцы пришли позже нас по-любому об истории Азербайджана мы поговорим в одном из следующих моих скажем так видео когда мы будем говорить о вашей армянской лжи касающейся азербайджанской истории в данном видео я разоблачаю вашу ложь касающейся вашей истории вашей собственной истории вы не автохтоны Закавказье Урарту не Армения две лжи две темы с которыми надеюсь мы закончили переходим к третьей теме переходим насколько вы поняли сейчас мы будем разбираться с армянской ложью касающейся автохтонности армянского языка в Закавказье армяне потому что утверждают что это действительно автохтонный язык но после того как мы как я в предыдущем разделе показал армянскую ложь касающейся того что армяне всегда жили в Закавказье что они автохтоны Закавказье наверное никого не удивит если армянский армянский язык не окажется языком автохтонных народов то есть армянский язык не будет связан ни с одним языком ни одного народа проживающего в Закавказье то есть он не будет иметь связь ни с грузинским ни с азербайджанским ни с лизгинским ни с толышским ни с каким из языков тех народов которые проживали проживали проживают в Закавказье то есть это пришлый язык и доказать это очень легко достаточно армянам потому что наши и так это все знают но достаточно армянам или достаточно людям кому армяне вешают лапшу на уши в кавычках армяне достаточно им будет посмотреть мой ролик который называется армянский язык под вопросом гудариан и ерзуэльские армяне и еще кое-что при этом посмотреть буквально грубо говоря сейчас скажу даже сколько минут вам придется смотреть ну где-то до девятой минуты вам даже полный ролик смотреть не придется я сейчас запускать этот ролик разумеется не буду а вот тем кто захочет убедиться в неавтохтонности в пришлости армянского языка в закавказе достаточно будет посмотреть данный ролик пожалуй вот и все здесь много что говорится об армянском языке я не буду сейчас все это вам читать кто захочет прослушает видео опять-таки стоит на моем канале как-то так дорогие друзья ну а сейчас к последней лжи данной темы послушаем и разоблачим приступаем к в качестве эпилога я хочу задать нашим оппонентам армянам армянским блогерам армянским в кавычках историкам вопрос так кто же говорит правду о вашей истории после того что вы слышали ваша автохтонность доказана или нет по-моему она опровергнута и опровергнута полностью вы пришли в закавказье никто не спорит о вашей древности я например не спорю хотя сформировались вы именно уже полностью как нынешний народ не так давно как-то так дорогие друзья как-то так в следующем видео об информационной войне между Азербайджаном и Арменией мы поговорим о той лжи которую армяне стараются навязать всему миру касающиеся именно историю уже нашего народа то бишь азербайджанского и не только азербайджанского народа а азербайджанского государства мы опровергнем их ложь что Азербайджан молодое государство что азербайджанский народ это народ который существует меньше ста лет вот это мы с вами опровергнем в следующем видео напоследок я еще хочу сказать не забывайте что под видео находятся банковские реквизиты для тех людей кто захочет поддержать мой канал ну а я с вами прощаюсь до следующих видео всем успехов всем удачи всегда ваш Сиидов Кямран до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...